приветствую вас мои дорогие с вами жанна фетисова и я рада видеть вас на своем канале и сегодня мы говорим о покупках косметики говорим на темы которые расслабляют отвлекают от всего происходящего некоторые покупки до косметические чтобы просто поднять тоже всем настроение и мне самой собственно тут оказалось что у меня практически все блески для губ закончились ничего такого нет и осталось только совсем все прозрачное прозрачное вот такое что у меня сейчас на губах у нас выберлик блеск такой стеклянный просто освежая решила заказать на лук фантастика и уди удивительно что все пришло за доставкой как раз наверное последние дни я попала все сработало и от бренда сигма наверное многие слышали об этой косметике такая знаете люкс но в целом цены бывают на акциях у них очень даже доступны и у них красивые блески для губ у них красивые очень тени все такое очень нежное пастельно золотисто такое вот розоватая интересное то что я люблю и это нежность она очень освежает поэтому я сейчас покажу вам что я заказала что мне уже пришло в некоторое время назад я успела что-то потестировать чуть-чуть попробовать но и теперь поделюсь все упаковано в очень красивую бархатную косметичку вот мой любимый цвет такой нежно-розовый чуть припыленный прелесть привели сверкающие футляры эти красиво очень красивый этот бренд вообще славится тем что он выпускает вот такие наборы своей косметики в каком-то стиле определенном этот видимо для нежного очень акварельного макияжа как раз то что я люблю знаете я так пошукала по своим запасам и вдруг выяснилось что у меня вообще не осталось никаких блесков для губ с цветом совершенно ну может быть какой-то один в форме помады и то это не блеск это проявляющиеся такая полупрозрачная помада и один тот который бесцветный ну да бесцвет бесцветный который я ношу с собой в сумочке от фирин ну вот сигма конечно такие красивые блески для губ делают и они и с такими более явно выраженными блесками имение выраженными давайте попробуем в свет под названием secret garden такой тайный сад таинственный очень неожиданным для меня оказалось то что здесь не спонжи а вот такие кисточки и наверное это правильный выбор поскольку блески эти довольно таки насыщенные и их стоит наносить по контуру губ аккуратно так что тут кисточка для губ такая вот полноценная у смотрите какой красивый оттенок давайте уберем этот блеск я покажу вам поближе он до хромит здесь что то есть даже из розового золотое и как будто бы фиолетовый даже проскакивает блестки золотые явно красивый сразу хочу вам сказать что запаха практически никакого я не улавливаю но может быть чуть какой-то конфетный совсем издалека но вкуса абсолютно нет следующий блеск лайлок увайн лиловое вино говорят про такие оттенки свой оттенок губ только лучше то есть он менее блестящий скорее он имеет темный затемненный оттенок моих губ очень подходит и как мне кажется тот который должен быть самым насыщенным кордероса какие интересные оттенки нет все таки знаете еще раз сейчас принюхалась ароматов нет вот он такой медный яркий красивые конечно он не будет вот так выглядеть на губах будет еще сквозь него просвечивать цвет губ розовый и более тонко наносится деликатно ну вот все эти отблески они как будто бы стеклянные да очень красивый отблеск как водная гладь здорово красивые блески у сигма теперь у нас с вами вот такая красота да мне нравится упаковка но на ощупь и она конечно такая жестковатая но переливается красиво все как я люблю здесь все оттенки довольно таки сдержанные интеллигентные куку я тут румяна тире бронзер то есть такой оттенок что-то между коричневым и розовым интересный оттенок то есть можно и мы скульптурирование даже при желании провести и это хайлайтер такой беленький я смотрю прям снежный давайте посмотрим какой у него перелив смотрите-ка хайлайтер золотой действительно золотой отдельных блесток здесь нет как будто бы они настолько перламутрово мелкий он не не кремовый ну то есть не ложится как крем на кожу и я думаю что его нужно полировать чтобы буквально вот прям втирать в кожу чтобы его не было заметно отдельным слоем на лице естественно столько я наносить не буду и мне это нравится еще как тени то есть как это выглядит это похоже действительно на тени я думаю что таким образом даже чаще я его буду использовать но согласитесь красивое сияние здесь даже что то есть и такое серебряное золотое интерес и вот такие румяна кажутся они в камере какими-то кирпичными не знаю удастся ли мне цветово передать но вообще на самом деле они между коричневым и розовым рожены в них мало то есть в основном они и вот темно приглушено розовые я бы сказала что это цвет подсушенные розы чайный и давайте с вами посмотрим палетку тени и она конечно же меня больше даже интересует смотрите какие правильные оттенки то есть вот он оттенок для тушевки для того чтобы выстроить форму глаза и подвести снизу нижние века и вот этот цвет такой шоколадный он уже для того чтобы затемнить уголочек глаза если макияж хочется более интенсивным и давайте посмотрим все сияющие оттенки такой вот розоватый золото уходящий цвет который мне очень нравится главное чтобы не был слишком темный между розовым и коричневым и такой вот серебристый а вот они такие уже чуть как будто бы маслянистые наносятся и цепка сразу же держится все цвета абсолютно мне нравятся опять же я надеюсь что правильно их передаст камера всегда она у меня немножко желтит но я постараюсь как-то выровнять цветовые оттенки в сторону настоящих при монтаже но действительно красивые цвета согласитесь можно сделать очень интересный макияж естественно он будет в таких розово-коричневых оттенках то есть ничего новаторского тут нет по страны этот бренд как раз и рассчитан на классические макияжи такие вот голливудские как их еще называют то есть не слишком яркие а именно классика классика жанра можно сделать смоги с помощью коричневого можно сделать совсем светлый оттенок и дневной дневной макияж то есть но этого достаточно я люблю вот такие оттенки мне это очень нравится пишите пожалуйста обязательно ваших любимых палетках чтобы для себя последнее время обнаружили что вы используете с огромным удовольствием и я уверена что вот такая цветовая гамма подойдет большему количеству людей я все-таки за то чтобы макияж подчеркивал достоинства скрывал какие-то недостатки небольшие ну и чтобы это смотрелось мило они вызывали на заказ на сайте озон вот буквально несколько минут назад приходил курьер мы заказали вот такую интересную гранолу натуральная на сиропе топинамбура тропическая ни разу такой не пробовала интересно и расскажите если вы уже пробовал и нам понравилось гранола прошлое от этого бренда оллайт до называется мы пробовали с шоколадом но на самом деле там совсем немножко какао просто добавлено она не шоколадная не слишком сладкая и теперь мы заказали еще вот такую я знаете как я в шариках отруби который вот я разбавляю с ними напополам то есть половина гранола половина латруби и очень экономно вам подсказываю секреты такие сейчас это как мне кажется полезно экономить и половина гранол и половина этих шариков и замечательно можно залить кефиром можно молоком можно сливками можно киселем чем кто любит в общем да я заливаю молоком бежим с огромным удовольствием вещь вкусная но вот это пока еще не пробовали но здесь по моему с тропическими фруктами меня конечно на верхушке манго дали сброшен меня сразу же прельстил манго мы любим вкус и аромат манго и с этим заказом еще мне пришли тени я хотела попробовать кремовые тени как понимаю это новинка до релуи про вот такой оттенок интересный как же вы называете а просто номер 34 давайте сейчас с вами нанесем кремовые тени скорее даже это не тени это скорее топпер и вот такой у них спонжик и этот оттенок холодный меня интересовал очень он фиолетовый и вы знаете я вам скажу что наносится довольно таки плотно но опять же у него при определенном каком-то ракурсе серость такая появляется вот видите видно что где-то он фиолетовая где-то в повороте серый но это по крайней мере не черный темно-коричневый какие случаются у нас да и можно его растушевать сейчас растушеваю покажу вам как это выглядит но он тогда будет совсем такой вот полуполупрозрачный именно топпер да такой я хотела я люблю такие топперы просто в сверху на весь макияж но сейчас у меня уже дальше его добавлять некуда сейчас и так достаточно видите у меня блестящий макияж как раз палеточка которую я вам показывала большая палетка палетка по-моему и кап революшенс назвать заказывала я забьете бы ну что попробую их спаркал ликует ай-шедоу как еще ай-шедоу да все ай-шедоу мне показалось какой длинной на зоне и потом вам расскажу как они будут выглядеть именно на глазах не будут ли они скатываться в складочки а вообще я стараюсь вот такие тени наносить до складки века то есть если вот эти тени на мне держится идеально и ничего никуда не скатывается то вот такие они конечно могут если жирная особенно века в складочку немножко забиваться но посмотрим возможно они очень даже такие стойкие ну пока вот видите я смогла стереть наверное дольше нужно держать закрытыми глаз и немножко посидеть чтобы они схватились и зафиксировались напишите вы используете релуи про сухие тени мне не очень понравились а вот жидкие для меня еще новинка если вдруг вы не знали то релуи это бренд белорусской косметики очень бюджетная но тени как-то не совсем прям не так чтобы уж очень бюджет пусть и ваши близкие будут рядом с вами чтобы вы были за них спокойны чтобы вы чувствовали себя в гармонии в тишине и да я понимаю что это не самый лучший период для таких ощущений но тем не менее мы женщины мы можем свою атмосферу вносить и в свой дом и сохранять ее там помогать ей сохранять ну что же я вам все показала сказала что я хотела желаю всем душевного тепла понимания терпения и будьте благодарны за то что имеете увидимся